Друзья, начало этого ролика грустное. Очень хочется сделать позитивный ролик, но никак не получается, мои хорошие. Перед вами остаток нашего корма. Его хватит на завтра для детей. Ребята, я очень прошу вашего внимания и вашей поддержки. Мы собираем деньги, но, ребята, их не хватает. Помощь поступает. Я очень, очень вам за это благодарна, ребята, но просто очень мало. Нам не хватает, ребята. Я прошу вас. Кто еще не послал нам ваши 100 рублей? Мы будем искренне за них благодарны. Наша жизнь, ребята, в ваших руках. И у нас проблемы с кормом. Прошу вас, мои хорошие, помогите нам. И да благослови Бог вас и ваши семьи. И да не оскудеет рука дающего. Я желаю этого всем сердцем, всей душой. Перед вами наша жизнь. Что, мои хорошие? Топайте, топайте. Пастись еще можно. Хорошо. Так, ребята, вверх чуть повыше, чтобы одинаковое расстояние было. Одинаковое снизу, сверху. Вот так, хорошо? Хорошо, хорошо. Так, давай, вы первый вольер сделайте, я проверю. Хорошо. Здесь сделали заготовки. И на этом все. Вот осадки нашего профиля. А козы все-таки хотят домой. Все, ладно. Уже свечерело, им пора бежать. Пусть идут. Так. Что, мои золотые? Так, мои хорошие. Сделали три вольера. Сейчас будем рассаживать малышей. Сделали три вольера. Что, мои красивые? Сейчас срочно нужен профиль, чтобы закончить тот ряд и рассадить малышей, которые подросли. Что, мои хорошие? Да, мои маленькие. Вот, сделали наполовину, но забетонировать не успели. Поэтому так грязно. Деревянные вольеры, конечно, чище. Но собакам необходимо будет тереть лапы, когти стирать. А на дереве их не сотрешь. Поэтому все вольеры будут на следующий год делаться с площадками. Проблема в том, что молодняк, видишь, как быстро растет. Вот я сейчас увезу их через месяц на стерилизацию. А назад мне уже придется их рассаживать. Потому что они назад вместе уже не сядут. Такой вольер рассчитан на 3-4 собаки. Но ни на 6, ни на 7. Поэтому у меня вот эта проблема. Отходное положение мне надо строить. Мне надо, чтобы разделить мой молодняк. Это весенняя малышня. Та, что подросла. И рассаживать их надо обязательно. Нельзя, чтобы вот такой стайкой сижили. Вольеры нужны, чтобы расследить в молодняк. Просто необходимо. Здесь очень много. Вольеры очень нужны. Хотя бы напополам. И невозможно. Да, мои солнышки. Маленькая моя. Одноглазая девочка. Она взрослая. Да, 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 да. Она выкормила этих детей. Таким малышам, конечно, в вольере зимой будет холодно. Сейчас будем думать, каких малышей можно забрать. А каких взрослых пересадить. Будем менять местами. Летом здесь было замечательно. Но на зиму детям будет очень холодно. А по попе дам? А по попе дам? Так, здесь я не пройду болото. Гравий нужен. Тоже нету. Гравий нужен. Ох, как гравий нужен. Да, мои солнышки. Да, 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 да. Мамины. 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 Сама виновата. Размахнулась, а сил не хватает все это тянуть. Ну, я надеюсь, все равно кто-нибудь отзовется. Ну, неужели до такой степени России на нас наплевать, а? Ну, хочется верить все-таки в хорошее, правда? Вы действительно хорошее что-то делаем. Что, мои золотые? Мамины. Так, сейчас ребята начинают разносить от корм. Да, мои солнышки. Мои хорошие. Мамины. Да смешные вы мои. Да, красивые. Мамины. Хотела я успеть сделать вот так, бытовки. Не успела. Только... Только четыре вольера. Для самых маленьких. Что, козлята? Мамины. Мои хорошие. Вот эти... Двадцать малышей уехали с этих вольеров. И пятеро я уже показала дома. Сейчас пристроим тех. Будем опять из этих выбирать. Да, мои солнышки. Ну что, мои красивые? Надеюсь, все будет хорошо. Мне бы сюда свет провести. Вот света не будет зимой. Вот это страшно. Потому что, значит, я не смогу подключить бытовки. Мамины. Мамины, мамины, мои красивые. Да, 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 зайка моя. Мамины, солнышки, да. Ничего. Даст Бог день, даст Бог пищу. Перезимуем. Перезимуем. Что ты, моя солнышка? У него лапки нету. Ну ладно, 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 ребят. Приезжай к нам в гости. Будь нашим другом. Мы принимаем всех. Друг, это звучит крепко и надежно. Да, мои хорошие. Громче зовем. Люди, ау! Приезжайте к нам! Приезжайте, мои хорошие! Приезжайте! Вы нужны нам! Нужны! Хочу вот здесь сделать бытовку и переехать сюда жить. Сделать ее большой, длинной, чтобы сразу была, знаешь, такая, для капельниц, для первой помощи, чтобы я не таскала их домой, а чтобы могла здесь переночевать. Поставлю здесь компьютер, поставлю усилитель, чтобы я могла, кажется, целый день была здесь. И если надо, чтобы я здесь спокойно ночевала. Вот этот угол мне очень нравится. Я думаю, мужа, смотри, какая отдаленность большая. Здесь обязательно должен жить человек, который будет ночью слушать. Не дай бог, кто-то подерется, чтобы мог скачать, пойти проверить. Бытовка мне здесь просто необходима. И это все в планах. Пока все в планах. Да, мои солнышки, да. Вот такие у меня дела. Это у меня столярка. Со временем будет хорошая столярка, куда можно будет ставить, все инструменты заносить. Но пока что есть. Все, у нас лед. Вон там еще немножко вода, а дальше уже лед. Вот еще день-два и все. Гусики мои вон. Уточки. А еще, друзья, нам очень, очень необходимо сено. То, что мы накосили своими силами, уже подходит к концу. Очень сыро. А будок много. Ребята, ну это единственный шанс согреть наших животных. Фура сена стоит 95 тысяч. Ребята, если можете нам помочь, помогите. Зима впереди длинная. Помощь нам необходима. Вот на такой грустной ноте я заканчиваю этот ролик. Рассказала вам обо всем, что могла. Если у вас есть вопросы, задавайте. Хорошие мои, от всего сердца, тепла вам, добра и крепкого-крепкого здоровья. Счастья вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин